Фильм, представленный вашему вниманию, посвящен очень интересному природному феномену водноболотным угодьям центральной части России. Эти уникальные экосистемы призван сохранить глобальный международный договор, называемый Рамсарской конвенцией. К водноболотным угодьям России, имеющим международное значение, отнесено 35 объектов. Из их числа для нас очень важны угодья, расположенные в самом центре европейской части России, а именно пойменные участки рек Пра и Ака. Территориально эти места находятся в Рязанской области, в пойме реки Пра, в пределах Национального парка Мещерский, Окского заповедника и прилегающих участках реки Аки, и имеют общую площадь в 161,5 тысяч га. Что из себя представляют водноболотные угодья? Это разнообразные водоемы, реки, озера, болота. Они весьма привлекательны в эстетическом плане, но имеют и особую экологическую ценность. Водноболотные угодья поддерживают водный баланс на земле, собирают и хранят дождевую воду, питают подземные горизонты, улучшают качество воды, фильтруя ее от загрязнений. Это места обитания разнообразных видов рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, то есть среда существования биоразнообразия земли в самом широком понимании. Сохранению этих уникальных экосистем посвящена Конвенции о водноболотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц. Эта конвенция была принята 2 февраля 1971 года в городе Рамсар в Иране, отчего и получила название Рамсарской. То, какое важное значение этому событию придается в мире, является то, что ООН в 1997 году объявила день подписания Рамсарской конвенции 2 февраля Всемирным днем водноболотных угодий. К настоящему времени к исполнению этой конвенции присоединились 170 стран, на территории которых расположено более 2300 водноболотных угодий общей площадью 252,5 миллиона гектар. Россия подписала Рамсарскую конвенцию в 1975 году, тогда еще в составе СССР. Чтобы сполна оценить уникальность водноболотного угодия международного значения поименные участки рек Пра и Ака, следует познакомиться с регионом, который называется Мещера. Вот как его описывает Василий Михайлович Песков в предисловии к красочному фотоальбому Мещерская сторона Вадима Гиппенрейтера. Возьмите карту и цветной карандаш. Соедините на ней Москву, Владимир, Пьезан и Касимов линией по Оке, Клязьме, Москве-реке, речкам Колб и Судагда. Одна стекает в Оку, другая в Клязьму. Получный треугольник со стриемом Москвы и есть знаменитая Мещура. В опоясанном реками треугольнике покоится чаша, вернее огромная, в половину Швейцарии, 23 тысячи километров квадратных, плоскодонное блюдо земли с плотным глинистым дном и песчаными возвышениями. Считают, когда-то тут было море. Потом одно к одному теснились озера. Старее они превращались в болото. И ныне край болотистая низина с пахучими сухими ворами на песчаных буграх, затопляемым по весне чернолестник и знаменитыми шарами, маховыми болотами, на которых произрастают редкий березнячок и чахлые сосны. Река Бра является стержнем водно-болотного угодия международного значения, рассекая Мещурскую низменность с севера на ю. Эта водная артерия формируется во Владимирской области реками Бужа и Поль. Затем впадает в систему озер, начиная с озера Святое. За Святым на протяжении 48 километров следует цепь других озер Дубовое, Великое, Белое, Ивановское, Сокарьево. И заканчивается эта система озером Мартыновым. Перечисленные озера мелководные, со средними глубинами полметра-метр. Берега этих водоемов пологие, заболоченные. Самое крупное из системы озер реки Пра это озеро Великое с площадью зеркала почти 21 квадратный километр. Вытекая из озера Мартынова, Пра снова становится обычной рекой, несущей свои воды в Аку, где в местах слияния обеих рек ширина водной глади достигает 10 километров. Общая протяженность Пры 167 километров, в том числе 56 из них в границах Окского заповедника. Все вышеперечисленные ландшафты оставляют у посещающих эти места людей неизгладимые впечатления. Голубая гладь обширных озер и плесов, тихие протоки среди густых тальниковых зарослей, множество старец и болотин, и все это обрамляется с зеленью высочанных сосен и елей. Здесь мы встречаем богатейший животный мир. Через Мещерский край, занимающий лишь 5% Европейского центра России, весной пролетает до 60% мигрирующих через этот регион птиц. Озера и их окрестности буквально кишат птицами. Сотни уток, куликов, парящие в воздухе речные крачки, озерные чайки и болотные луни, то и дело пролетающие вблизи лодок-долбленок, которые сооружают местные охотники и рыбаки из толстых осиновых колод. И, конечно же, здесь обитает масса околоводных пушных зверей, бобра, мурки, андатры, реликтовые выхухоли. На берегах речных проток и озер можно встретить и крупных млекопитающих. Для копытных животных озерные и болотные растения являются источником минеральных солей и микроэлементов. Поедание этих растений заменяет копытным посещение солонцов. Большое количество микроэлементов, таких как калий и кальций, особенно необходимы им в период роста молодых рогов. Не менее многолика и фауна болот. Здесь не едятся и кормятся многие птицы, тетерева, глухари, рябчики. Среднеевропейская белая куропатка, занесенная в Красную книгу России. Болото важное место обитания различных уток, гусей, лысух, серых журавлей, куликов, цапель и массы воробьевых птиц. Около 15% территории Мещуры заболочены. Обычно покрытые свагновым верховые болота и низовые осоковые болота, которые тянутся на многие километры. Растительность Мещуры насчитывает более тысячи видов. Среди них много редких и реликтовых форм, занесенных в Красные Дни России и регионам центральной ее части. На просторах водноболотных угодий ненедяцы отдыхают на пролете серые журавли, являясь массовым видом этого региона. Вот почему именно здесь в окстан заповеднице был создан первый журавлиный питомник, в котором многие годы собиралась богатая живая коллекция отечественных и зарубежных видов журавлей. За несколько десятилетий питомник вырастил более 700 особей восьми видов этих красивейших птиц. в Овском заповеднике с 1959 года функционирует еще один репродуктивный центр редких видов зубровый питомник. За 60 лет здесь выращены и выпущены в природу более полутысячи зубров. Окский государственный заповедник с 1936 года принимается благородным делом. охраняет и исследует этот уникальный Мещерский край. Кроме пойменных и припойменных участков рек Пры и Оки заповедники произрастают вековые дубравы раскинувшиеся вдоль рек и многочисленных старец. Ближе к Оке леса редеют появляются большие поляны переходящие в обширные Окские луга. В целом водно-болотные угодья рек Пры и Оки как уникальный природный комплекс находится в настоящее время под охраной государственных учреждений Окского заповедника а также национальных парков Мещерский и Мещура что делает богоприятной перспективу их досрочного сохранения для нас и наших потомков. Редактор субтитров Оля Шорькова Продолжение следует...